Подготовка к главному музыкальному событию года, четвертой евразийской премии телеканала Музон, идет полным ходом. Зрителей и артистов ожидает множество сюрпризов. Один из них – статуэтка, которая изменится до неузнаваемости. Ее разработку доверили студентам факультета дизайна Казахской архитектурно-строительной академии. В феврале среди учащихся был объявлен конкурс на лучший эскиз, и вот пришло время подводить итоги. Конкурс проходил в два тура. Первый тур, значит, в первом туре участвовало 26 студентов, 26 работ рассматривали, и от каждой из трех сторон были представители в жюри, которые выбирали работу, мы согласовывали, спорили, дискутировали и так далее, и на второй тур было допущено 6 работ. В судейскую коллегию вошла и чешская компания «Лас Вит», лидер по производству стеклянных инсталляций, которая в этом году выступает хрустальным партнером премии EMA. Именно на их фабрике в Праге и будет изготовлена статуэтка, а потому к будущему победителю они выдвигали особые требования. В этом году кубки мы отбирали, прежде всего, по нескольким категориям. Это красота и эстетика дизайна. Главное, чтобы были совмещены символы, присущие Казахстану и премии EMA. Также немаловажную роль играла возможность реализации этого кубка из стекла. Плюс, конечно же, эстетическая красота самого кубка. На ура! По мнению членов жюри, с задачей справилась Алтынай Кайжанова, студентка четвертого курса факультета дизайна Казгаса. Девушка победе была приятно удивлена. Как я узнала новость о том, что объявляют конкурс, сразу зарегистрировалась и узнала, что надо делать. И в тот же день и скиллы сделала, и отправила. На моем варианте, скорее всего, будут еще орнаменты казахские, потому что это как бы в Казахстане проходит награждение. Я надеялась, что выиграю, и вот итог. Теперь будущий дизайнер отправится в Чехию на фабрику компании LaSuite, где будет принимать участие в создании новой статуэтки вместе с мастерами. Какой же будет она главная музыкальная награда Евразийской премии, узнаем уже совсем скоро.